Всем привет, с вами Орбикс. В этом видео я покажу вам, как создать свою собственную хоррор-игру в Roblox Studio. А точнее, покажу вам только, как создать свою карту, освещение, модельки, рельеф и так далее, ведь я не умею программировать. Это будет очень интересный видеоролик, поэтому обязательно досмотрите его до конца, чтобы узнать много новой информации. И мы начинаем. Приятного просмотра. Заходим в Roblox Studio и первым делом мы сделаем рельеф. Нажимаем на Terrain Editor и переходим в раздел Edit. Здесь выбираем инструмент Заливка, то есть Fill. Если у вас нет этого инструмента, то вы просто должны включить все бета-функции. Нажимаем на File и переходим в раздел Beta Features. Здесь ставим галочки на каждую функцию и перезаходим в Roblox Studio. Выбираем Fill и теперь мы можем увеличивать и растягивать этот квадрат. Позже мы залим этот квадрат в землю. Увеличиваем и на левой панели выбираем любой материал и нажимаем Apply. Теперь у нас есть поле травы. Далее я хочу сделать ропинки, а чуть позже добавить деревья и прочие декорации. Возвращаемся в раздел Terrain Editor и выбираем инструмент Paint. Возьмем траву с листьями. Готово и теперь мы создадим деревья. Заходим в программу под названием Blender. Blender это абсолютно бесплатная программа по 3D моделированию, которую можно скачать на официальном сайте. Ссылка будет в описании. Зайдем в Blender. К камеру можно перемещать с зажатым колесиком мыши. Левой кнопкой мыши выделяем все объекты и удаляем их, ведь они нам не нужны. Нажимаем на кнопку Add и в разделе Mesh выбираем Plane. Далее переходим в раздел моделирования, который называется Madeline. Ставим камеру в удобное положение и английской клавишей и на клавиатуре мы можем вот так вот поднимать и добавлять новые полигоны. Клавишу S мы можем уменьшать, а клавишей R поворачивать. Также в местах, где вы хотите сделать ветки, например, вы можете использовать этот инструмент на левой панели, чтобы добавить полигоны. Создаем дерево. Готово. Как видно, сейчас наше дерево квадратное и ужасное. Чтобы сделать его более естественным, мы на парой панели должны зайти в раздел модификаторов и добавить модификатор Subdivision Surface. Играемся с настройками, а чтобы изгладить дерево ещё сильнее, мы должны кликнуть по ним правой кнопкой мыши и нажать на Shade Smooth. Можем мы вернуться в раздел моделирования и подкорректировать все недостатки, если они есть. Давайте сохраним дерево, а потом перенесём в Roblox Studio. Также попозже мы сделаем листву для нашего дерева, а ещё крест с гробом. Нажимаем на кнопку File и на Export. Выбираем формат Wayfront.bg и даём название. Мы сохранили дерево и можем удалить его в Blender, ведь оно нам уже не нужно. Добавляем Yvesphere, так же как мы добавили платформу для создания дерева. Ещё я забыл вас предупредить, если в вашей модели слишком много полигонов, то есть вот этих вот панелек, то ваша модель не импортируется в Roblox Studio. Поэтому как только вы добавили объект, в левом нижнем углу вы можете уменьшить количество полигонов. Нажимаем на Shade Smooth, чтобы сгладить. Добавляем модификатор под названием Displace. Кликаем по New, потом на вот этот вот символ и выбираем Clouds. Регулируем настройки и потом так же сохраняем листовую в файл. По такому же принципу моделируем могилы, гробы, кресты и вообще всё, что вы хотите. Вернёмся в Roblox Studio и теперь нам нужно импортировать все модельки, которые ранее сделали в Blender. Кликаем правой кнопкой мыши и добавляем Mesh Part. В разделе Mesh ID находим наши модели, а потом соглашаемся или нет с данными галочками. Вот наша модель, на верхней панели можем указать цвет и материал. По такому же принципу импортируем все остальные модели. Потом мы должны соединить дерево и листву. Сочетаем клавиш Ctrl D, копируем листву, а потом устанавливаем на дерево и объединяем в единую модель. Я сделал несколько типов деревьев, чтобы было разнообразнее. Теперь мы будем использовать плагин под названием Brush Tool, ссылка в описании. С помощью этого плагина можно как бы красить моделями. Включаем плагин и здесь можно добавить модели, которыми мы хотим красить. Регулируем радиус, плодность и так далее. И нажимаем на Activate Brush. Рисуем. Теперь мы можем еще подкорректировать рельеф и перейдем к освещению. Но сначала хочу поменять цвет травы. Кликаем по тюре на правой панели и чуть ниже откроем панель, в которой мы можем менять цвета материалов. Как-то так. Давайте сделаем классную графику и освещение. На правой панели переходим в раздел Lighting и в нем Shadow Map меняем на Future. Ведь так графика будет реалистичнее. И в секторе Data двигаем этот ползунок, он меняет время суток. Ставим ночь. Также в Lighting вы можете увидеть 5 параметров. Первый параметр это атмосфера, потом небо, bloom, то есть яркость освещения, death of field, размытие, ну и sunrise, солнечные лучи. А также дополнительно вы можете добавить облака. Подробно рассказывать про все эти 6 параметров будет очень долго и скучно. А поэтому советую вам самим поиграться с настройками, чтобы получить наилучший результат. В принципе наша карта готова. Под конец мы можем исправить некоторые недочеты и добавить побольше деталей, чтобы наша игра смотрелась лучше. Но также добавим спаун для того, чтобы игроки появлялись в правильном месте. Карта у меня получилась очень маленькой, но я создал только для примера. И используя те знания, которые вы услышали в этом видео, вы сможете сделать настоящую и обширную карту. Теперь мы можем сохранить нашу карту. Нажимаем на Publish to Roblox Us и кликаем на Create New Experience, если вы хотите создать полностью новую игру. А то регулировать сколько человек может быть на одном сервере, добавить описание или обложку, вы сможете на сайте. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. И всем пока.